искренность влада при деньгах помню кринжовая ситуация была короче чудо пятница вечер мы пивка выдели вижу ментовская тачка я беру типа ну на ментовскую машину прилепляю стикер сзади типа ну toyota prius это босс только откажу типа хотел сфотографировать понял ну по flex потом дверь открывается а там никого дождь он лежал он просто лежал я думал что там никого нет машины и он выбираете по 10 что я не так кричит именно точь-в-точь цитата и стоят думаю ну пиздать типа на вред что ты сделал да я стикер я еще был с тёлкой был очень но я думал типа гэнс и типа ауджи типа ауджи владих ментовская машина тегнуть стикером охуенно забомбить короче ментовскую машину а мусор оказывается просто спал а еще говорит удаляй фотографии искренность влада при деньгах у вас было такое что вы что-то хотите потом это вдруг покупается и оказывается что это вам нахуй не надо но потом просто лежит я думаю каждому такого правда не помню что конкретно вызвало мне эту эмоцию сейчас но вот конкретно я вспомнил почему это это чувствовать и пока до тебя но это чувство такой усталости ты долго копил на эту вещь допустим или хотел ее там постоянно смотрел обзор что это за лук вы знаете лекарство потом покупаешь и тебя посрать становится искренность влада при деньгах для кухня не доната я обожаю саганат возможно ты будешь я говорил про одногруппницу она гладит мои ноги и прочее хуй и не у меня постоянно стояк и трусы в предокуляте мы до сих пор не поебались пиво пить не завет мне ждать ее после пар в падлу я езжу с пирилом и разговариваю с ним на философский день как намекнуть ей что я по мальчикам ты чё серьезно что ли такая если она тебя трогает у тебя стояк типа может и бисексуал скорее ну типа блять просто когда вы сидите ты про блять я все меня такого не было просто университете чтобы меня кто-то за ножку потрогал это вообще что типа ну короче ты это самая она тебя трогает и записку передаешь что пришли шуме весом и давай после партии по ну ёбаный гротом ну так не на спокойно на пахуя искренность влада при деньгах работаю в днепре на офисе разложу русский на одну женщину сегодня кредит на миллион рублей взяли мне с них 30 тысяч гривен я вот хуй знает совесть мучает но такие деньги что следует это сдерживает ты 30 тыс гривен получил такая где моя доля собственно где моя тысяча рублей вопрос берку то есть по сути если ты это 100 тысяч рублей пересчет и дальше тебе стою одну тысячу просто до 1 сотка это один процент давай сюда ну давай хоть здесь ну типа конечно грустно типа но каждый крутится как может но я бы не смог таким заниматься если честно у меня есть это тоже принципы но я никого в жизни не наёбывал никому понимаешь мне ну просто совесть не позволяет мне грустно я понимаю что я сделал себя хорошо но у кого-то убыло понимаешь но в любом случае вообще-то так и работает типа вообще экономика то есть туда получает у кого-то убывает есть такая хуйня что ты что-то сделал тебя заплатили то есть по сути это ну как бартер или что но это сделка а когда ты мошенническим путем это делаешь то есть человек не хотел брать кредит на миллион рублей а ты его взял за него то есть это кринж получается я бы таким не смог заниматься сейчас ну нахуй не упал я бы не смог спать по ночам если честно откровенно тебе говорю эта девушка бы ко мне ночью приходила во снах скорее всего искренность влада при деньгах ряд от ванга блять не хватало еще этого сука он такой додик это просто пизда такой душный такой блять у него чсв просто блять невозможно высокий блять у меня бесит ужасный ванга ты типа делаешь майнкрафт контент да ты дико богатый но по сути кто-то такой пожизнете по наху есть надо как уважать влада 4 искренность влада при деньгах ну один хуй погоди смотри если так размышлять да нацисты тоже так размышляли если ну я не убью типа еврея то кто-то другой из моих типа сослуживцев убьет еврея но если бы все вдруг вместе подрубили типа здравый смысл не было бы никакого холокоста геноцида типа понимаешь чем не было бы 6 миллионов жертв понимаешь разрушенных по сути они разрушили жизнь просто не какому-то отдельному человеку да а целой нации понимаешь после не колоссально 1 на фейлили именно очень сильно блять а заебался то есть это ну если бы я не наебал наебал бы другое это не отговорка это какая-то шляпа чувак ты понимаешь прекрасный сам это совсем не работает как мне кажется все равно но ты это сделал ты ушел твоя совесть чиста знаешь то есть это дело в совести если тебе совесть позволяет скамить типа реально людей то какой-то человек получается просто ну мало ли вдруг у этой женщины трое детей понимаешь и она обанкротится и просто миллион рублей это такая сумма которая реально может разрушить человеку жизнь понимаешь она должна будет продать квартиру или там ее дети будут не доедать а если дети допустим будут ходить в обносках будут булить в школе если будут булить школе они типа не смогут социализироваться и будут типа убийцами потом то есть и мало того что ее за скамил ты еще всю семью и за скамил и дети будут страдать ее ну это это просто жесть чувак там но так эффект бабочки только эффект типа ну скаминга понимаешь ты у нее забрал миллион рублей это не значит что только одна она одна будет страдать но если это какой-то миллионер тупо хоть его в принципе да робин гуд шарик то есть забрал у него лям скинул мне в донате типа я ну в принципе не пофиг но если она реально мать-одиночка какая-то это же хуеть просто не прикинь какой грех на душу брать не попробую не по христиански совершенно совесть совесть нужно иметь если ты умный человек ты можешь зарабатывать другим способом понимаешь если ты смог с ним заработать 16 лет 30 тысяч гривен просто используя во благо свои знания прыть свою во благо думать только один гах плохо искренность влада при деньгах настроение как прошел твой день хочу поздравить с первым миллионом прослушивайте но хомов спортифая неплохо не только сани релиз который собирает еще один точно стрима хорошего там уже лям нахуясь еще прикольно все убрать миллион спортифай это мощно и родов спортифая там какой-то хер на youtube выложил там полля на тебя ну короче очень успешный трек на самом деле я думаю дима гордон будет примерно таким успешным ну типа чуть поменьше конечно но я думаю успех он будет иметь я вообще типа очень сильно хочу знаете что быть маргенштером мангет марген штурном из области изобразительного искусства вот я типа хочу чтобы каждая моя картина вызывала такой же хайп как и каждый трек маргенштерна просто мне на рэп по большому счету по хую типа понимаете не другое сейчас интересует если реально стать вторым пикассо то это будет охуенно маргенштерна от мира типа живописи вот это я бы хотел вот это я бы реально сказал ебать сука вот это я смог охуенно именно там картины написал хуйню какую-то за пять минут продал ее за лям баксов это спросите такое удовольствие получают писанину маслом это просто жесть искренность влада при деньгах ну если три дня водили по банкам она ходила и брала кредит и скидывал нам если человек глупый то ему не поможет ничего да и пикинг 30 каш на девочку в кэп всего лишь она шукуришь клюю в небо и ловлю ухо нормально что за трек был плюю в небо и ловлю ухо сука охуенная строчка не ну так то блять да конечно если прям человек дебил ну блять это тоже оправдание ну типа воровству нет оправдания никакого только если ну ты голоден и ты своровал булочку знаешь это имеет смысл сейчас скажешь владик ты сам из магазинов уносил так я забывал оплату это не один человек и здоровенный гипермаркет которому скажешь что будут снимать деньги типа будут обычных работяг я не так много и забывал оплатить это типа 10 гривен 20 гривен ну что это такое люди выносят виски типа я кстати видел один момент тем более я сейчас таким не занимаюсь уже последние два года кстати я вообще ничего не забуду платить последние очень много дней ну месяцев точно я излечился от клиптомами одно время я именно на но на системе это делал сми это такой азарт то есть ты идешь в магазин и тебе обязательно должно что-то бесплатно достать а так я уже этим не занимаюсь мне адреналина хватило в принципе это же жвачку не позволяю себе украсть точнее забыть уплатить потому что в панно как-то проще заплатить 10 гривен чем стоять и дрожать искренность влада при деньгах мы сидим за одной партой она конкретно забыла я не хочу с ней встречаться максимум поиспользовать и гинуть глядя одна на квартире живет проблемы лишь в том что я не знаю какого совету я жду просто хочу чтобы я мог спокойно дрочить по вечерам без боли в простате что а я понял так скажи прямо отебись или просто трахнет ну типа раз она хочет типа твой член просто возьми просто еще такая хуйня шаришь как это секс без обязательств выкупаешь ты предложи пошли на хату типа если ты меня трогать давайте вы будете пойму конкретно и типа или отебись от меня вообще давай либо ну либо туда либо туда что это за недоедки типа мне больно просто яйца набухают я потом дрочу типа весь день давай так либо мы сейчас идем я и будь тебя в на твоей квартире типа либо блять отебись на потому что шо это за детский сад я шабо сенюсь и кариан